Здравствуйте! Это программа Крупным Планом. Сегодня у нас в гостях человек, который знает все о малом бизнесе в Молдове и видел множество историй успеха. Это директор Организации по развитию малых и средних предприятий Юлия Ебанжи. Организацию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики открыли в 2008 году. Юлия Ебанжи – ее бессменный руководитель и главный идеолог. Она из тех, кто все всегда успевает. Пунктуальная, обязательная и требовательная к себе. Так говорят все, кто ее знает. Работа госслужащего в ее случае не по четкому графику с 8 до 5. Случается засиживаться допоздна, а дни проходят в разъездах и встречах. Она лично знакомится с теми, кто приходит за помощью в Организацию малого и среднего бизнеса. И лично ведет переговоры с представителями международных финансовых организаций. У нее два высших образования окончила Политех и Академию публичного управления. До Министерства экономики работала в местных органах власти. Теперь, когда сыновья выросли, работе отдаются безоглядно. Говорят, что муж – такой же увлеченный экономист. Трудно поверить, но она уже бабушка. У нее двое внуков и внучка. Здравствуйте, Юлия. Я очень рада, что вы нашли для нас время. Расскажите нам, пожалуйста, как вы вообще все начинали. Вы ведь всю жизнь работаете в госучреждениях. Начинали в городской администрации Камрата, потом в Министерство экономики. Вы себе так представляли карьеру, когда поступали на экономический факультет? Ну, это было очень давно. И как я представляла, как 18-летняя девушка. Конечно, я хотела очень многого добиться в жизни. И хочу сказать, что если это с молодой себе ставишь цель, и идешь к этой цели, то что-то получается. Может быть, не все так, как планировалось. Потому что жизнь – это интересная и тяжелая штука. Не всегда все случается, как должно было быть. Но, в общем-то, я довольна, как все случилось. Если бы меня спросили, как обычно спрашиваете, если бы вы вернули время назад, я бы, наверное, то же самое сделала. Я всегда стремилась что-то делать хорошее, что-то новое, постоянно в движениях, чтобы менялись люди, чтобы менялись лица, чтобы менялись ситуации, и чтобы были новые проблемы, новые решения. И вот тогда я живу, я получаю удовольствие и двигаюсь дальше. Вы почему вообще выбрали экономику? Это же давно было. Как перспективную профессию или какие-то были у вас личные предпочтения, склонности? Мне нравилась экономика, мне нравилось анализировать. И, как я всегда говорю своим сейчас сотрудникам, потому что я из одной таблицы, которая состоит только из цифр, можно рассказывать и рассказывать, и делят анализы, и сопоставления. И одно другое. То есть это дает настоящему экономисту, вот таблица с цифрами дает возможность, наверное, разговаривать полдня или описывать ситуацию. Потом меня потянуло даже и на внешнеэкономические связи. Я уже закончила и это. Хотела другую карьеру построить. А потом все-таки остановилась и на малом и среднем бизнесе. Я работала действительно и в торговле немножко. Потом в Каушанах я начала свою работу после декретного отпуска вместе с созданием агентств по приватизации. Я работала в агентстве, мы оценили всю государственную собственность, распределили боны. И вот потом я уже, когда Республика Молдова уже стала демократической страной и начали другие реорганизации в районных советах, и появились первые отделы экономики и реформ. И вот тогда меня потянуло опять более близко к экономике. И я сказала, нет, я только там хочу работать, потому что предлагали и в банках, и я же нигде не могу сидеть. Я постоянно что-то предлагаю, где-то участвую. И имела больше возможностей. Я сказала, нет, я буду работать в районном совете. Вот в этом отделе, как раз когда создавался, я была начальником этого отдела. И начались реформы. Потом уезды сформировались. Я в уезде там на конкурсе, конечно, выиграла конкурсы. Уже было мини-министерство экономики, было управление экономики и реформ. Но это 11 управлений всего по всей стране. И у нас уже было три района, как зона, как регион. И опять интереснее еще масштаб увеличился. И я хотела показать всем. Я читала Карнеги. Я готовила свои выступления по книге непросто. Многие не понимали. Многие консильеры местные иногда такие высказывали, что она решила нас удивить. И потом меня пригласили уже в министерство экономики. И я с разных направлений выбрала малый и средний бизнес. Потому что мне нравилось это. И потому что я знала, что здесь очень много надо сделать. И поменять, помочь бизнесу развиваться. И вот так я проработала в министерстве экономики 4 года. Изучая международный опыт, опыт разных стран, и видела, что развитые страны имеют отдельные организации по развитию и поддержке бизнеса. А в республике ничего нет. И эксперты еще говорили, что для того, чтобы привлечь донорские организации, для того, чтобы привлечь какие-то средства, чтобы помочь бизнесу развиваться, вам надо иметь структуру, то есть организацию по поддержке. И вот тогда появилась идея создания. Все, конечно, были за. И так и появился ОДИМ. В 2007 году образовалась через постановление правительства. И вот мы начали строить эту организацию. На сегодняшний день я считаю, что мы добились многого. Коллектив молодой, энергичный, сплоченный. Молодежь у нас имеет много образований. Один обязательно английский или иностранный язык. Легко работать с ними, у них другие видения. И вот так мы сейчас уже, не скажу успешные, но знатные на этом рынке. Нас знают очень многие, нас знают разные организации. И самое главное, что нас знает бизнес. Вот вы говорите, коллектив молодой. А мужской или женский? Потому что у нас женщины руководят министерством. Но мне кажется, что в министерстве экономики и его ведомствах как-то преимущественно всегда была мужская компания. Ну, посчитать сейчас и в министерстве экономики очень много женщин. Да. Но в нашей организации где-то больше, чем 60% это женщины. И 40% это мужчины. Ну, у нас так. Естественно, наши девушки молодые уходят потом все по очереди в декрет. Но потом возвращаются. Ну, это же... Нормальный процесс, я согласна. Да, да, да. А вообще вам когда-нибудь кто-нибудь говорил, что это не женское дело руководить подразделением министерства экономики? Нет, но я и даже никого не слушаю в этом деле. И я с молоду. Когда я еще была молодая, все знали, что в компании, когда мы собирались, и, естественно, мужчины начинали анекдоты про женщин рассказывать, то я всегда останавливала. И они все уже при мне. Никто не смеялся или что-то над женщинами. Я сказала, что женщины, они очень умные, очень сильные, и они очень успешные. И я не могу сказать, что мужчины успешнее, чем женщины. Нет. Вы феминистка вообще? Я не феминистка. Я за равные права, равные возможности и равные реализации. А уже реализации мы посмотрим, кто сильнее. А какие у вас отношения с подчиненными? Вот вы их хвалите. А вообще вы как руководитель авторитарный? Нет. Я очень добрая. И я стараюсь, я всем говорю. И когда была в районе, и когда пришла в министерство экономики, и в организации, я сказала, мы коллеги. Я не большой начальник. Я такой же человек, как вы. И директор без коллектива ничего. А вы себе когда-нибудь позволяете такие вот женские слабости? Например, плакали когда-нибудь публично? Ну, публично нет, конечно. Но плакала много. Как вся женщина. Потому что когда ребенок даже, там, что-то поцарапается, или бывает не только царапина, бывает, ты разбил голову, естественно, что когда идешь к врачу, они тебя не пускают. Там, плачешь в коридоре. Его зашивают там что-то. Когда слышишь, что он кричит, или когда, там, маме плохо, или когда что-то случилось, конечно, платишь, но стараешься, чтобы никто не видел. Потому что, опять же, я хочу, чтобы женщины не казались слабыми. Я хочу, чтобы женщины тоже были сильными. Я вам говорю, что я очень уважаю наших женщин. Они настолько умницы, потому что они успевают все. И дома все сделать, потому что иностранцы, когда приезжают к нам и чуть-чуть поживут, вот когда в проектах, в контексте проектов, то они умудряются, как наша женщина, и за домом посмотреть, и за детьми, и все постирать, и все погладить, и убирать. И еще на работе сотрудник хороший. Потому что у них все разделено. У них дома жене делает кто-то уборку. Они вещи идут, сдают в прачечную, что-то. А здесь все в одном человеке. Мужчины приходят. Есть очень мало людей у нас, которые помогают женщинам. Очень много. Больше половины. Они считают, что по дому вот это все должна ответственно жена быть. Я не согласна. И у меня не такой муж. Мы делаем все вместе. Он меня понимает. Немножко обижается, что я поздно прихожу с работы. А чем он занимается? А тоже в этой области. Он и эксперт, и консультант, и работает на международную компанию. То есть у вас полное взаимопонимание в этом смысле. Да. Мы и за завтраком, и за ужином говорим о экономике, о международных отношениях, что можно помочь. И какой-то донор приходит, что-то есть новое. Вот это все у нас тема дня, потому что мы живем этим. Вот вы говорите, что наши женщины все успевают. Да и все занятые дамы говорят, что совмещать карьеру и семью можно. Но как-то мне кажется, что на практике всегда одно в ущерб другому. Вам приходилось чем-то жертвовать ради работы? Вы знаете, я старалась сделать все, чтобы дома не чувствовалось мое отсутствие. Ну как не чувствовалось. Чтобы на столе все было. Чтобы кушать было. То есть вы готовите? Я готовила, потому что два сына очень много, сейчас меньше, потому что они самостоятельные. Но я готовила очень много. И очень вкусно. Чтобы у них все было, чтобы они покушали и первое, и второе. И десерт, чтобы было. Я училась ночами, потому что внешние экономические связи это было три года заочно. Но приезжала в Кишинев с Каушан. И вот я на три дня им оставляла все по полочкам, чтобы только разогреть. Английский учила тоже по ночам. Потому что знала, даже в Каушанах я начала учить английский. И знала, что мне это надо. Потому что я стремилась. Кто-то, помню, в Каушанах говорил, зачем тебе английский? Я говорю, ну надо, надо, потому что я же не постоянно буду здесь. Уже мне здесь неинтересно, мне надо что-то больше. Я чувствовала, что у меня больше энергии. И эта маленькая территория уже для меня можно сделать больше. Почему? Одна жизнь у человека. Почему не сделать доброе что-то? Английский в совершенстве теперь, знаете, да? Ну, не сказать, что в совершенстве, но у нас вся документация и проекты на двух языках. Особенно с донорами. Нам приезжают почти каждый день есть эксперты. И сейчас вот именно два эксперта сидят и разговаривают на английском. Мы с ними без переводчика читаем, разговариваем, ставим планы, пишем проекты совместные и думаем, как помочь бизнесу развиваться. Потому что очень еще много недостатков, очень еще много проблем, особенно в малом бизнесе. У нас 75% всей экономики – это микропредприятия. Они самые маленькие, они очень бедные. И они работают на старых технологиях. Нам надо их поднять. Для этого нужна программа по поддержке, по развитию бизнеса. Надо трансфер технологий сюда как-то, чтобы наши компании поняли, что со старым оборудованием, энергоемкое, они не получат хорошую продукцию, качественную. Есть очень много проектов. И мы развиваем, и наши партнеры по энергосбережениям. И наши компании должны больше участвовать в программах, потому что, может быть, их не так много, как за границей, но есть достаточно, если посмотреть на нашем сайте. Все программы, которые по поддержке бизнесу во всех отраслях. Наши, которые наша организация развивает и реализовывает. И разных партнеров. Каждый должен себя найти где-то. И если не знает, то спросить нас. У нас в организации есть и консультативный центр, есть и one-stop-shop, вот одно окно. И каждый предприниматель, когда звонит или приходит, он обязательно получит ответ на вопрос. Он только должен задавать. Мы и женщинам тоже говорим. Открывайте двери, потому что, когда не открываешь, она сама не открывается. Стучите, спрашивайте. Лоббируйте свои права, почему бы и нет. Действительно. Вы говорите, что 70% предприятий – это микро. Но вообще малый и средний бизнес у нас же 98% в экономике. Правильно? Правильно. Что это за экономика такая? Это нормально? Это специфика маленькой страны? Или, может быть, развивающейся страны? Нет, нет. Это специфика всей Европы, всех стран. 97, 98, 99 всех стран – это малый и средний бизнес. Просто немножко другой малый и средний бизнес. Мы, когда разрабатывали закон о малом и среднем бизнесе в 2006 году, я еще была в Министерстве экономики, мы взяли директивы Евросоюза, и по количеству работающих мы их взяли. Когда второй индикатор – это товарооборот. И вот по товарообороту мы даже не могли поставить индикаторы Евросоюза, потому что там 8 миллионов евро – это маленькое предприятие. Представьте себе, для Республики Молдовы. Мы поставили, что среднее предприятие должно иметь товарооборот 100 миллионов, и в парламенте нас сократили до 50 миллионов. Итак, у нас появилась дефиниция малого и среднего бизнеса – микро до 9 работающих, малые до 49, и средние до 249. И товарооборот 3 миллиона, 25 и 50 миллионов. Вот этот наш малый и средний бизнес. Вот с такой дефиницией мы имеем 98% всей экономики. Но это по количеству предприятий. 98% – это малый и средний бизнес. А когда мы смотрим на товарооборот, так это 35%. И численность работающих, еще третий индикатор – это 65%. Это показывает, что наш малый и средний бизнес очень маленький. В среднем на компанию это 6 работников. Этот сектор не дает тот взнос, который в европейских странах 65-70%, 65% с валового продукта. У нас, конечно, это 25%. И мы, чтобы показать Министерству экономики и правительству, какие трудности и что не нравится бизнесу, какая реакция бизнеса на реформы правительства, мы делаем разные опросники. И спрашиваем постоянно бизнес, что вам не хватает. В первую очередь, это финансы, они показывают access to finance, к финансированию. Постоянно нам говорят о нехватке информации, особенно в сельской местности. Третий – это предпринимательские навыки. Мы вроде делаем столько предпринимательских курсов, столько тренингов. И все у нас бесплатно. Если вы откроете сайт УДИМ, посмотрите, что очень много образовательных программ для молодежи, для мигрантов, для маленьких предприятий, маркетинга или планирования, или бухгалтерский учет, то мы преподаем и такие двудневные курсы. Все бесплатные. По всей территории республики мы едем, наши партнеры, бизнес-провайдеры едут и в Унгена, и в Лево, там, где собираются курсы. И все равно это остается как проблемой, предпринимательские навыки. Почему? Очень просто. Я всегда говорила, что предприятия рождаются и умирают, как и везде. И у нас каждый год, если смотрите статистику, появляются новые 2000, но почти 2000 сокращаются. Кто банкрот, кто ликвидируется, кто просто закрывается, кто уезжает за границы. И вот этот баланс новый, который приходит, им тоже нужны знания, им тоже нужны навыки, им тоже нужны финансы, тоже нужны партнеры. И вот все наши программы, они получаются бесконечные, потому что учиться, учиться и учиться надо каждому. И нам надо меняется все. Меняется законодательство, меняются наши партнеры, меняются наши, видите, рынки. Все меняется. Мы должны быть начеку, и бизнес тоже должен быть. Я, знаете, чего не могу понять? Я не могу понять, на чьей стороне вы играете. На стороне Министерства экономики или все-таки на стороне малого и среднего бизнеса? Вы знаете, я где-то посередине, точно золотая середина. Я понимаю и Министерство экономики, наши коллеги там, и мы вместе планируем новые стратегии, исходя из потребностей бизнеса. Но я понимаю очень и бизнес, и мы очень хотим им помочь, чтобы они развивались. Но иногда и они делают ошибки. Или мы говорим, это ничего не падает с неба. Это надо вам, если нужно, спросите, мотивируйте, то есть объясняйте, защищайте ваш бизнес-план, вашу идею. Докажите, что она нормальная. Докажите, что вы хотите это сделать. И понимаете, не все же могут быть предпринимателями. Вообще в каждой стране по 2% только могут быть предпринимателями. Остальные это нанимаются на работу хорошие специалисты, хорошие инженеры, хорошие экономисты, хорошие… Но не все предприниматели. У нас немножко тенденция была с 90-х годов, когда начались новые методы экономики. Очень многие захотели быть боссами. Но босс быть, понятно, немножко денег заработали. Но я говорю молодежи в нашей молодежной программе, не спешите открывать бизнес, если вы не готовы. Не деньгами, а знаниями, компетенциями. Потому что ты сегодня можешь иметь миллион, не иметь компетенции и знаний, потеряешь его, он станет бакротом завтра. А не имеешь ни одного лея, а имеешь хорошую идею. Есть же инструменты, есть кредиты, есть гарантии, которые мы выдаем, гарантии. Мы помогаем бизнесу развиваться. Есть курсы, которым можно обучиться. Вот все это пройдите, анализируйте, сделайте себе самооценку. Можете вы начать. Вот я имею все, я готов к этому. Потому что есть разные вот эти методы самооценки. Мы даем им. Не говорите нам, что вы не готовы. Вы говорите себе. И вот очень плохо, когда люди разочаровываются. И чтобы этого не было, можно предупредить же это. Каждый, который приходит в организацию, для меня вот как родной, потому что он что-то хочет делать. И ему надо все сказать, не обмануть и показать все на лицо. И риски, и возможности. Ты не можешь быть предпринимателем, быть где-то вне бизнеса. У нас и так любят. Ты должен, я говорю, что за границей, когда мы бываем на конференции или по обмену опытом, мы видим, что бизнесмен, который даже, он уже семейный бизнес, но он там внутри, хозяин внутри. Он знает, что там творится, он знает, что необходимо, какие риски, он планирует дальше. То есть он живет этим бизнесом, потому что если оставить на кого-то, то это не совсем так получается. И еще у нас не такой крупный бизнес, чтобы оставлять его на кого-то. Это детище, которое ты создаешь с маленького, и если ты внутри, в центре, то ты развиваешься. У нас есть очень хорошие примеры. О примерах поговорим через пару минут, прервемся на короткую паузу. Юлия, давайте поговорим о проекте «Пара 1 плюс 1». Его официально объявили уже успешным. Вы же наверняка ведете статистику, сколько участников, какая общая сумма вложений. Можете сказать нам? Это действительно, со временем образования организации, это наш самый успешный проект, потому что мы представили это Министерство экономики, Министерство экономики правительству. В то время, в 2009, потому что тогда разрабатывался, я была даже в Мексике, по опыту Мексики, потому что очень много мексиканцев едут в Америку, и там работает 20 миллионов, нам сказали. И они развивают разные проекты. И вот, вернувшись до мной, мы тоже добавили, конечно, контекст Республики Молдовы. А тогда наша страна была вторая в мире по количеству уехавших за границу и по перечислениям. Но, опять же, статистка показывала, что только 7% идут в экономику, остальное все в потреблении. Мы решили представить правительству программу «Парь 1 плюс 1», то есть на каждый лей, инвестированный в экономику мигрантами и родственников первой группы, то мы выдаем один лей в качестве гранта, но не более 200 тысяч лей. Так идет эта схема. И по истечению 4-х лет, потому что эта программа была пилотна 2 года, потом продлилась она. Евросоюз, конечно, нам помогает каждый год. И хорошие результаты, импакт в экономику большой. В Семь лет прожил за границей инженер и программист Виталий Бугаян. Работал в Румынии, Чехии, США. Теперь занимается любимым делом дома, Штефан Вуде. В Чехии я всегда норат. Не вижу солнце. В Детройте, в другом, 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 в другом. Теперь в Италий работает на себя, собственную компьютерную фирму основал после обучения в бизнес-инкубатере Штефан Вуде, открытым на деньги Евросоюза. И в начале капитал свои сбережения плюс грант получены по программе ПАРА 1 плюс 1. Виталий уверен, что бизнес перспективный. Интернет помогает Степану Сандику, который почти 5 лет жил и работал в Великобритании. В сети он нашел условия участия в программе и тоже начинал с предпринимательских курсов. Степан Звезда программы ПАРА 1 плюс 1. Он был одним из первых, а стал одним из самых успешных. Начинал с открытия пасеки, затем разбил сады и построил современные теплицы. Он и друзей убедил, что дома можно зарабатывать. 8 человек вернулись, теперь же в Даништах 8 прибыльных предприятий работающих в связке. Участники программы уверены, копить заработанные за границей деньги бессмысленно. Тем более, это не стоит того, чтобы жить вдали от родных. Сначала наши молдаване немножко смотрели с такой опаской. А получится, отдадут нам деньги. Они идут, вот приехав, открою свой бизнес, начну инвестировать свои деньги, а потом ничего не получу. И вот шаг за шагом это было очень трудно, только на третий год люди уже начали сами идти. Вот реклама пошла не только через телевидение, через разные буклеты, а уже от человека к человеку. Сарафанная работа. Да, 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 сарафанная. Мы уже делали успешные истории, показывали, что люди вернулись, нашли свое место, привлекли детей. И очень успешные, потому что после того, что мы уделяем грант, вот 200 тысяч предпринимателю, мигранту, мы рядом с ним еще два года. То есть, чтобы он, не то, чтобы мы его проверили, чтобы он был успешным, чтобы мы ему помогли, если имеет какие-то проблемы. Были проблемы, были с контролями, с уплатой налогов, с разными транзакциями. И мы каждый раз помогаем. Наши бенефициары уже, они когда приходят, Вадим, сами говорят, что здесь мы как дома. Каждый вопрос, уже они знают, куда звонить. Хочу сказать, что в этом году настолько была эта программа востребована, это радует, потому что молдаване возвращаются, начинают бизнес. То есть, они не возвращаются и живут на те деньги, что скопили. Деньги они вкладывают в свой бизнес, это нормально, и бизнес дает им средства на существование. Также привлекаются дети. Дети уже не настроены уехать за границу. То есть, мы решаем очень много проблем. И результаты программы, что за 3-4 года уже 500 семей, 484, но до конца года мы еще где-то 20, но 500 семей мигрантов, они открыли или расширили свой бизнес. И инвестиции в экономику составили вот от этого программы 300 миллионов лей. Сама компонента грант – это 90 миллионов. Это означает, что один лей вложенный или отданный правительству в качестве гранта в экономику дает 3, потому что мигрант ставит еще 2. Это очень хороший результат. Я уже не говорю о рабочих местах, которые открыты. Я не говорю о той перспективе, потому что бизнесы стартуются очень интересные, очень успешные и перспективные. Допустим, человек Виллиан, который приехал, работал за границей и приехал, открыл фабрику по производству улиток, шиншиллы. Мы уже имеем 5 этих фабрик. Даже имеем одну компанию, работал за границей в Румынии, на этой фабрике змей, змеиного яда. И вот приехали и решили здесь открыть. Почему бы и нет, там не сложные технологии, надо навыки иметь, опыт. И работая там, они включились в программу нашу и успешно реализовывают. Через эту программу в населенные пункты, особенно в районах, открылись очень много пансионатов отдыха. Это, во-первых, показывает нам, что даже жители районов сейчас выходные, субботы, воскресенье хотят провести за городом, рядом, половить рыбку, посмотреть что-то интересное, погулять с детьми и так далее. И вот они, вот эти компании очень востребованные, они развиваются. Тем не менее, насколько я понимаю, что большая часть бизнеса все-таки в сельском хозяйстве открывается, правильно? Да, но сельское хозяйство тоже, надо сказать, что не просто сельское хозяйство. Уже более такие интересные, как теплицы, как холодильники, как сушилки. Люди, видя, опять же, работая за границей, где-то в сельском хозяйстве, где-то на ферме, вот есть люди, которые работали за границей в Испании на ферме, он приехал домой, он хочет такую же ферму, кроличью, с нормальными клетками. Это удобно и не включает много рабочей силы. То есть это все они видят за границей, когда приезжают уже не по старинке, да, разведу и как получится, сделаю из какого-то бревна какую-то клетку. Нет, они уже современные делают и смотрят на качество. Есть очень интересные ребята, Штефан Сандик, который приехал, работал 9 лет за границей, и там он очень успешный был, но вернулся и как раз узнал про эту программу ПНАЕД, ПАРИ, и он поучаствовал во всех. Сейчас развивает в селе пчеловодство и помог всем друзьям. То есть он действительно был как примером для всех и вернулся, и уже в том селе где-то 8 бизнесов. Вы представляете, что это для села иметь столько предпринимателей? Это и даже взятие о местном бюджете, о примарии того села, это те же садики и школы будут больше, примария сможет уделить внимание. И это и услуги населению, потому что село же тоже нужно что-то, даже в районах я сказала, что нам нужны больше компаний, которые бы оказывали услуги населению. Вот прошлые домбыта, они же не существуют, но взамен их должно появляться что? Должны появляться новые маленькие компании по ремонту обуви, по ремонту часов, парикмахерски, пошив. Человек не может без этого, и хотим мы не хотим, но естественно, что в районах центров появляется по одному такой компании, и вот люди села туда едут, а когда было бы в селе, они же тоже востребованы. У нас были маленькие проекты, финансируемые международные организации по миграции. Это два года назад. Мы выдавали гранты до 2000 евро на стартование бизнеса. Мы сначала их обучали, но молодежь из социально уязвимых семей или с низкими доходами, из бедных семей. И мы, конечно, акцент сделали на молодых людей, которые имеют какую-то профессию. Тот же повар, тот же парикмахер, тот же сварщик и так далее. И мы их прошли через предпринимательский курс обучающий, как делать, развивать свой маленький бизнес, как открывать, какие формы, что надо. Это шаг за шагом. Мы вначале, когда первый курс был в Унгенах, мы действительно все очень-очень переживали, потому что думали, ну вот из школы, молодежь после школы, после уроков приходили на эти курсы. Мы разговаривали с ними, но смотрели первые дни и думали, неизвестно, если это молодежь, они не имели примеров, они не имеют денег, как они могут начать бизнес, даже если мы выдадим эти 2000 евро гранты в виде покупки оборудования необходимого. И они сами боялись вначале, а потом через где-то на пятый день мы каждый день звонили в Унген, и что там, как молодежь, понимают, что мы говорим или вообще не имеют понятия о бизнесе. И вы знаете, половина группы, эксперт говорит, а вы знаете, они уже поняли, что мы хотим от них, поняли, что это такое бизнес, поняли, что есть возможность написать один маленький бизнес-план и получить какой-то грант и начать свой бизнес. И там была одна девушка такая из бедной семьи, но она встала, говорит, я все равно стану предпринимателем. И она действительно выиграла грант. Вот через этот проект мы прообучили 450 или 480 молодых людей из таких семей, и гранты получили 140. Это была какая-то реализация большая. Мы сделали финальную конференцию, и в Леогранте пришли и эксперты, и те, что выиграли, и с министерством. Иногда были истории, что мы чуть не плакали все. Но молодежь, она из какой бы семьи не была, но я же говорю, есть изюминка такая, не все предприниматели, но тот, кто должен быть, он из нуля сделает себе хороший бизнес. Если только хочет, если есть вот это предпринимательские предвидения немножко, три шага вперед. А что это такое? Вот только 2% этим владеют. Что это такое по-вашему? Это умение предсказать и правильно взять партнеров, правильно спланировать, не рисковать много, а рисковать взвешенно. И вот это, знаете, как есть вот такая… Может, это везение просто? Нет, это не везение. Я считаю, что в бизнесе это, наверное, 1% везения, остальное – это работа. Это очень сложный процесс, и это очень трудный и напряженный. Надо жить бизнесом. Надо, чтобы бизнес прошел через тебя, и тогда уже все ты не сможешь просто планировать, или просто отдавать деньги, не посчитая все до мелочей. А самый необычный стартап в рамках программы «Пара 1 плюс 1» вот какой вам показался? Так, чтобы вы вообще удивились, увидев бизнес-план? Ну, с змеями точно удивились. Удивились мы с парнем, который собирался производить улиток. Мы думали, что улитки, что это? Кто их будет есть в Республике Молдова? Ну, понятно, что ориентировка на внешний рынок, но мы сами были, я участвовала в дегустации. Это такая вкуснятина, я вам говорю. Я не знаю, если я смогу лягушек кушать, но улитки точно вкусные. И он сейчас имеет такой вот успех, и он уже думает о собственном ресторане. Есть очень интересные у нас, даже на конференции сейчас, когда проводили, как успешный пример, женщина-предпринимательница, она рассказывала, что с мужем муж остался без работы. Вот как начинается предпринимательство. И думали, что открыть. Открыли булочную. Открыли булочную, через три месяца открыли еще две булочные в разных районах города. Вот эти бублики, которые такие тоненькие, они быстро пекутся, продаются там же. Но они образованные люди. Очень серьезно подошли к этому бизнесу. Постоянно спрос клиента. Вам нравится, не нравится, что вам хочется. И вот это давало им информацию, что делать дальше. Потребителю захотелось разных продуктов. Они сделали, они продавались. Что-то захотели еще, да. Потом сделали последний сандаж. Они говорят, что вот нам просят, откройте, пожалуйста, булочную на Ботанике. Откройте в другом регионе. Сейчас они уже знают точно, что открывая на Ботанике, они будут успешные. Но они постоянно изучают спрос потребителя. Юля, вы не думаете о собственном бизнесе? У вас же большой опыт. Ой, меня многие спрашивали, почему я до сих пор не открыла. Есть очень много идей. Знаешь как. Вроде, но я, знаете, как смотрю, где я больше принесла бы пользы. И если так взять, я считаю, что я еще не закончила свою миссию. Пизнес я, наверное, открою, когда выйду на пенсию. И покажу всем, что можно развивать. А сейчас пока есть и возможности, пока я могу убедить партнеров с разными инициативами, пока мы можем делать очень много еще хороших программ, иметь хорошие реализации, помогать этому сектору в Республике Молдова, помогать экономике, действительно сделать какие-то перемены. Потому что возможно. Ну, если я уйду, другой уйдет, то кто все-таки сделает? Я и патриот, я не хочу никуда уезжать. Мне нравится здесь. Да, здесь очень трудно. Но это все-таки наша страна. Мне очень нравится Молдова. Я всегда, когда бываю больше, чем неделя за границей, меня тянет назад. Я бы никогда не уезжала из этой страны, если бы даже были какие-то очень большие перспективы. И говорю молодежи, вы же можете здесь реализоваться. Вы там уезжаете с дипломами высшего образования и сразу знаете, что будете работать на стройке где-то. А почему здесь не реализоваться? Здесь есть возможности. И молодежная программа, и разные программы, и мы рядом. И, не знаю, показал бы с 2007 года 8 лет организации, если бы кто-то сказал, что пришел в Вадиме и не получил какую-то консультацию, или ему не ответили, может быть, мы не даем всем денег, потому что невозможно. Но мы говорим все, как можно сделать, и находим выходы из каждой ситуации. И, естественно, что надо начать с маленького, чтобы потом быть большим. У нас иногда хочется все сразу. Сразу не бывает. Надо шаг за шагом. Но быть в центре, как я сказала. Тогда все получится. Скажите, Юля, есть где-то в мире женщина, на которую вы бы хотели быть похожей? Вот настоящий, я имею в виду, не какой-то такой собирательный образ? Нет, не собирательный. Я всегда восхищалась Маргарет Тэтчер. Да, я читала, начиная с ее детства, как она шагала, как она все-таки сделала перемены в экономику Англии. Но это было очень трудно. Как ее все разными словами. Когда на улице была безработица, когда вот эта реформа пошла, естественно, очень много компаний закрылись. Вот эти большие, как и у нас было. Но вот этот переходный период был тяжелым. И надо было вот это все перенести. Но потом вместо большой компании, которая неэффективная, выросли 20 компаний, которые успешные. И потом вот пошло процветание. Я читала, потому что тогда в тот период, ну это я читала 15 лет назад, и у нас примерно такой был ситуация. Мусор на улицах не убирался, и в Кишиневе, и в других городах. Предприятия закрыты, безработица. Новые очень маленькие, и не успевают еще развиваться. Это та же ситуация. Я думала, ну люди прошли через это, значит, можно изменить. И вот это мне тоже дало повод быть крепкой. И думаю, надо же поменять, вот надо помочь. Я, кто-то еще рядом, и мы все вместе. Потому что один человек не решает, но надо все вместе хотеть, чтобы было чисто, чтобы было красиво. Говорят, богатая страна, богатые люди, богатые компании, все богатые, но все вместе. Согласна с вами. Наше время, к сожалению, стекает. Я благодарю вас за очень интересную беседу. Было очень приятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...